Всем привет, с вами я Заза и наконец-то у меня появляется время, совсем немного времени, чтобы записать новую серию по уникальному транспорту в GTA Vice City Stories. Итак, давайте же начнем. Сегодня мы будем получать огнеупорный Гринвуд и Вашингтон. Это у нас уже под миссией бизнеса. Нам нужно построить бизнес Robbery. В русской версии, если, конечно, умельцы ничего не перепутали, которые переводили, это должен называться грабеж. Так, мы заходим. Ух, я уже попал под обстрел. Ребята, времени совсем нету. Так, это перестройка, надо начинать миссию. Подходим к любому, да. Фу, сейчас я вам все по порядку постараюсь рассказать, что будет с видео. Да, the briefcase courier. Первая миссия, нам она и нужна. Посмотрим, в общем, как, что будет. И давайте по порядку. Ну, в общем, началась учеба и скажу вам сразу, времени прямо совсем не стало. Куда нам надо ехать? Ага, вот сюда. Все. Так, едем. Ну, в общем, вот, так нормально. Времени совсем пропало, просто ни на что почти не хватает. Освобождаюсь я после самого лицея очень поздно обычно. Ну, так-то уроков не так много, 6-7, да. Ну, во-первых, они кончаются очень поздно. Например, 6-й урок в старой школе у меня кончался в 2 часа, здесь у меня заканчивается в 3 часа. Ну, 7-й урок, сами понимаете, в 4 и так далее. А еще обычно забирают на всякие дополнительные, на 8-9 уроки. Поэтому не очень круто. В общем-то, ничего интересного в этом нет. Времени, приходишь домой, кушаешь, пока доехал до дома, ему все-таки ехать приходится. Кушаешь, делаешь уроки, освобождаешься совсем уже перед сыном бывает. Бывает, кажется, чуть раньше, так, он стоит же, все нормально, да. Но сил уже снимать просто нету. Поэтому, ребята, не знаю, когда сейчас будут выходить очередные ролики, поэтому прошу меня реально понять и попасть в мое положение, так сказать, чтобы вы понимали, что, ну, не могу я. Итак, когда мы подъезжаем к автомобилю, если вы хотите получить... Это у нас, по-моему, да, это у нас в Вашингтон, кстати, только сейчас заметил. Надеюсь, этого не было слышно. Так. Ну вот, если вы хотите, то мы нажимаем на кнопочку вверх дважды и заканчиваем под миссию. Кстати, забыл сказать, что вам пригодится еще и снайперка. Но мы хотим... Я сейчас вам покажу, как сразу две получить. Но если вы хотите именно эту, то проще будет вначале толкнуть. Так, то есть мы толкаем и нам надо, типа, остановить, пока она не дает до назначения. Как видите, едет она очень медленно. Вот. И фраза «They call the backup». Они позвали на помощь, так сказать, да. То есть мы ищем, откуда эта помощь приедет. Ждем, ждем, ждем. Вот она. Заканчиваем миссию. Так, помощь. Ты там куда-то уехал слишком сильно. Ну вот, в общем, что теперь надо делать. Как видите, у нас еще и это остался. Вашингтон. То есть если вам нужен Вашингтон, вы берете снайперскую винтовку и... Блин, там копы. Ну, хрен с ними. Сделаем просто так. Мне сейчас, чисто говоря, очень лень с ними драться. Вот. Нас появляется в Вашингтон. Давайте посмотрим, уехал ли этот. Потому что он как-то очень сильно завернул. Даже не помню, куда именно. Походу, он все-таки успел свалить от нас. Видимо, надо чуть раньше было нажимать. Да, он уехал. Блин, да ты что, охренел, что ли? Соло. Ой, ребят, даже не знаю. Ну что, попробуем еще разочек. Чисто за этим... Гринвудом. Как видите, Вашингтон тоже исчезнул, потому что я ушел. Так. Давайте попробуем. То есть мы телепортируемся на... Точку с бизнесом. О, как он долго телепортируется. Не знаю, почему, видимо, потому что запись... Потому что, в принципе, один остров не должно особо быть. Так, то есть вы уже Вашингтон поняли, как получать. Сейчас мы исправим наши ошибки. И, так сказать, получим еще и Гринвуд. Почему сейчас снимают именно преимущественно в Айсити? Кстати, блин, он появляется в разных местах. Охренеть. Ну вот, объясняю. Мне больше сейчас под конец уже хочется добить Вайсити. Потому что осталось там совсем немного, ребят. Поэтому... О, на этот раз даже ехать не придется. Практически. Ну вот, поэтому мне сейчас хочется добить ее. Потом чисто переключиться на... Наверное, на прохождение, да? Потому что на Fallout вообще времени нет. Но и плюс ко всему, вот, ачивменты, я думаю... Все-таки, наверное, пишите, в общем, под это видео, наверное, какие-нибудь короткие, легкие ачивки, чтобы просто хотя бы как-то набить канал. Чтобы у меня было вот прямо время, чтобы на пару минут сесть, да? Пятиминутный где-то ролик записать и все. Так, ну, в общем, мы, как обычно, спугнули. Ждем помощь. Опять он, кстати, красный. Честно, все-таки, разоватый. Бэкап. Сзади вряд ли бэкап приедет. Дороги сзади нету. О, смотри, как приехал. Остановили. И вот, на этот раз они остановились. Один остановился, второй почему-то уехал. Ну, ладно. В общем, на этот раз возьмем Гринвуд. Ухренели, какие уроды. Я не попал из-за него. Что, серьезно, что ли? Блин, вы серьезно, уроды? Я не попал. Да е-мое. Ладно, вообще, как всегда, не бывает Заза без Фейла. Сейчас я просто вам покажу то, что эти машины огнеупорные. Я думаю, вы мне поверите, что там Гринвуд и так далее. То есть мы... Что должны? Мы должны сесть в машину. Блин, сесть нам уже только с этой стороны. Садись. Все, отлично. И вы еще ко мне пристали. В общем, ребята, как обычно, не бывает Заза без Фейла, да, на видео. Но с этим, как бы даже, не знаю, уже моя фишка, что ли. Гринвуд стоит. Все. Это Вашингтон. Но у меня нечем, как обычно, проверить огнеупорность. Только. Крутим, 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 крутим. Ищем, ищем, ищем. All weapons. Вот он. Вот он. Единственное, что сейчас хочется проверить. Можно ли выходить из машины или ее вначале надо обязательно поставить в гараж. Смогу ли я сейчас сесть? Нет. То есть, смотрите, мы получили автомобиль, выбили водителя, да, сели в него. Завозим его в гараж. Гараж закрывается. И только после этого мы можем, так сказать, нормально ей пользоваться. Иначе, если вы выйдете, как я, то машина опять станет закрытой. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был я, Заза. Извиняюсь немножко за то, что я приболел. Потому что... Ну, это, кстати, и дало мне время записать. Но, я думаю, слышно, как, я, не знаю, говорю в нос и так далее. Ну, извините за это. Спасибо еще раз всем. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока.